Добрый день, господа разработчики. Третья часть видео про игровой интерфейс по версии Waterborne Tycoon и, собственно, приступим. В третьей части мы заглянем в Marmoset для того, чтобы там отрендерить наши кнопочки. Но перед этим маленький нюанс. Если вы в Marmoset, ну это не Marmoset, это Blonder, конечно, засунете вот свои кнопки вот так, то когда вы их будете рендерить, вам ведь нужно оставить небольшой отступ, но об этом чуть позже, у вас в кадр будут попадать другие кнопки. И вам нужно будет их либо скрывать, либо потом как-то в фотошопе, а четвертая часть будет в фотошопе, вытирать ластиком, что неудобно. Поэтому удобнее сделать следующее. Вот последняя партия наших кнопок, она выглядит вот так. Собственно, я их скопировал, перенес вот сюда и расставил на каком-то расстоянии друг от друга. Ну, допустим, это расстояние в два раза больше, ну или около того, чем сама кнопка в какой-то из осей. Ну или условно просто растащил их по такой сеточке. И вот так заэкспортировал. Собственно, я создал отдельную папку экспорты FBits для Marmoset. И есть отдельные экспорты для Substance. Ну, просто, когда мы приступим к рендерингу, вы поймете, что да как и почему я так сделал. Теперь перейдем в сам Marmoset. Рендерить те кнопки я не буду, потому что настраивать их довольно долго. Я покажу на примере одну. У меня тут уже открыт FBX. Давайте его перетащим в Marmoset. И вот наша кнопка. Удалим дефолтный материал, он нам не нужен. Но у вас тут может быть больше кнопок и, соответственно, больше материала. Нам нужно выровняться, чтобы смотреть на кнопку спереди. Зажал Alt левую клавишу мыши, выровнялся. Но что-то как-то криво, правда? Давайте перейдем в Main Camera и настроим ее. Во вкладочке Transform нас не интересует Position, нас интересует Rotation. То есть по одной оси у вас будет значение близкое к 90, а по остальным близкое к 0. Соответственно, там где 0, вы ставите 0. Там где 90, вы ставите 90. Идем дальше. Это не все. Вот здесь, в разделе Lens, будет параметры Fields of View. Тут стоит 45. Это, собственно, перспективный угол. Вам нужно поставить 1. И у вас вот такое произойдет. А, что происходит? А, ужас! Не пугайтесь. Вам всего лишь нужно его отмасштабировать, потому что он просто... Из-за того, что изменился угол, то пространство, которое занимает кнопка, тоже изменилось. Зачем это нужно? Мы сделали нашу камеру около ортографически. Ну, то бишь, без перспективы. Ну, или почти без перспективы. Это нужно для того, чтобы со всех сторон кнопочка выглядела одинаково скругленной. Так вот. Так, что тут произошло? Все хорошо. И, соответственно, как бы я ни водил, у меня кнопка как будто просто ездит. То есть я не начинаю видеть ее больше левую сторону, чем правую. Просто как бы она у меня ездит по экрану. Так вот. Также стоит опуститься в Bloom. И здесь поставить следующие настройки. Brightness 0.145. А вот это значение будем ставить по обстановке. Но пока не об этом. Зайдем в нашу Sky. Выбишь, HDRI карту освещения. И выберем Indoor Fluorescence. Собственно, вот такая карта. Здесь следующие настройки. Brightness 1.6. Rotation минус 360. Так вот. Здесь можно поставить Color. И цвет поставить с значением 23. 23. 23. В канале RGB. Точнее, в каналах RGB. Зачем? Ну, просто вам будет удобнее и проще для восприятия такой цвет, чем какой-то другой разный. Как минимум он будет однотонно серым. Так вот. После того, как вы сделали это, можем перейти к настройке материала для кнопок. Создадим новый. И сразу же после создания мы включаем Emissive. Здесь ничего трогать не надо. Пока что. И вот эти, как бы, посадочные места уже готовы. Соответственно, после того, как вы создали, вы смотрите, сколько у вас кнопок. Допустим, у меня не одна, а 10. И, соответственно, нажимаете вот эту кнопку. Это дублировать материал. И дублируйте, сколько вам надо. У меня кнопка одна, поэтому я оставлю это. После этого я иду в ту папку, где у меня лежат текстуры, которые я экспортнул в предыдущем видео из Substance Pinder. Я благодаря неймингу, все еще нейминг, нахожу то, что это у меня кнопка. Какая это кнопка? Допустим, я забыл, как она называется. Я перехожу в Blender. Ну, или в какой программе вы их моделируете. И смотрю. Вот такое название. То есть, заканчивается на Delete Basket. Ищем. Ну, и, собственно, вот он мой Delete Basket. Есть Add Basket. Какой-то Endurance. Это, кажется, прочность. Но не суть. Нам вот нужны вот эти текстуры. Соответственно, что мы делаем? Все остальные окна можно пока скрыть. И маленькая хитрость. Если вы нажмете на Marmoset, то он повстанет у вас поверх, и папочка пропадет. Вам придется делать несколько лишних кликов. Чтобы этого избежать, делаем его не вон экраном. Ставим рядом с папочкой. И просто перетаскиваем. У Marmoset есть такая функция. Карты в соответствующие для них слоты. Собственно, у вас, скорее всего, если вы не делали свой пресет, будет нормалка не OpenGL, а DirectX. И если у вас нормал экспортировать как DirectX, а это дефолтный пресет Metallic Craftness, вам нужно будет вывернуть Y-канал. У меня OpenGL, поэтому я этого не сделаю. Но у вас, скорее всего, будет с вывернутым. То бишь, с поставленной галочкой. Соответственно, сейчас я догружу последнюю карту. Теперь можно делать Marmoset полноэкранным и перетащить материал. И вуаля, он у нас такой, какой нужен. Что мы делаем дальше? У этой кнопки будет два состояния. Это светится слабым светом и светится интенсивно. Соответственно, нам нужен раздел Emissive. Для базового света мы ставим троечку. Ну, это наша интенсивность. И сразу видите, добавилась некоторая аура. Это эффект Blume. Если я включу ускоренный режим, то Blume пропадет. Потому что в ускоренном режиме Blume и тому подобные примочки выключаются. Собственно, с Blume оно выглядит вот так, как по мне, поприятнее. Цвет. Цвет. Что мы делаем с цветом? Цвет мы можем копировать из описания под любым из видео. Базовый свет у нас соответствует вот этому значению. И да, кстати, это перезапись видеоурока. Потому что в этом видео, которое уже очень скоро станет наступной, я накосячил. Так вот. Возвращаемся назад в Marmoset. И смотрим. Вставляем вот в это окошко наше значение. FF7 маленькая E00. И ставим ОК. И видим, что наша кнопочка окрасилась привычной оранжевым цветом. Чудно. Теперь нам нужно сделать следующее. Выбрать во вкладке Capture параметр Settings. И вот тут поставить Transparency. И соответствующее разрешение. Если у вас не тянет 16 с сэмплами, ставьте 4. Сильно ничего не изменится, но 16 лучше. Так вот. Ставите нужное разрешение. Обязательно Transparency. И ОК. Дальше идем во вкладку Edit. Preferences. Или Ctrl+. Ну, если верить тому, что там написано. И в разделе Outputs. Нажимая на три точки, выбираем в какую папку мы это хотим сохранить. Это у меня Baselight. Собственно, у меня все названо как подобает. Рекомендую вам называть. Ну, можете придумать свой способ нейминга. Но нейминг обязательно. Иначе вы сами запутаетесь. Поверьте мне, у меня так было. И выбираю эту папку. Теперь, когда же я ее выбрал, я возвращаюсь в Capture. Смотрю, что отрендерить. Ну, типа это рендер изображения F11. И, соответственно, жму. Но! Перед этим. Перед тем, как я это сделаю. Я убежусь. Убеждюсь. Убежусь. Ну, в общем, русский язык вышел из чата. В том, что у меня вокруг кнопочки есть некоторое пространство. Зачем это надо? Нужно это для следующего. Если вы будете рендерить вот так, то есть вероятность, что передвигается от кнопочки к кнопочке. А, да. Если у вас их будет много. Давайте я вам покажу, как это будет выглядеть. Ну, вот. Вы их заэкспортили, так как я показал. У вас их будет много. И вы сначала отрендерили одну. Потом переползли. И опять нажали F11 другую. И так, пока у вас кнопки не закончатся. Но! Если вы это будете делать, и у вас будет кнопочка почти по границам экрана, то есть шанс, что перетаскивая вы какую-то часть кнопки просто после 10-й или 15-й фобной кнопки просто не заметите, отрежете. Придется перерендерировать. Это неприятно. Поэтому лучше оставляйте вот такие границы. Это первая причина. Вторая причина. Когда мы поставим интенсивное освещение, а это я сделаю буквально в следующей части видео, ну, в этом же видео, чуть-чуть позже, у нас ореол будет выходить за пределы кнопки. Соответственно, если мы сделаем так, то ореол, ради которого мы вообще паримся и рендерим в мармасете, отрежется. Соответственно, зачем нам оно надо? Удалю лишние кнопки, чтобы они нам не мешали. И смотрим. Я вот оставил некоторые границы, нажал F11. Допустим, я это сделал, я просто не буду делать, у меня уже кнопка сохранена. Что я делаю дальше? Выбираю материал, соответствующий этой кнопке. Это либо вот тут, если вы его назвали. Тут я не называл, потому что видео, но вы можете назвать. Если у вас будет очень много кнопок, то это вам тоже поможет. Поверьте. Либо же два раза, двойной щелчок, кликаем по модели. Первый ее выбирает, второй выбирает ее материал. Собственно, вот он. Если я сделаю вот так, то видите, он перескакивает, выбирается. Теперь нам нужно поменять следующий параметр. Intensivity поставить на 15. Сразу видите, что прибавилась интенсивность. А цвет. Что нужно сделать? Возвращаемся под видео, допустим. Или где-то себе сохраняем. Такую вот конфигурацию. То есть было FF7E00, а стало FF5E00. Это поменяет нам немного цвета. Собственно, либо семерочку поменять на пятерочку и Ctrl-C, Ctrl-VF. Вот такой вот цвет. И уже знакомый ярко светящийся интерфейс. Так вот. Но вы мне скажете, ну так ты говорил, Орео выходит за пределы кнопки. Я что-то, ну ты соврал, ты там это, все нечестно, все, лайк, отписка. Нет. Все потому, что, когда мы рендерим интенсивный свет, а сначала мы рендерим, кстати, все кнопки на базовом свете, а потом все кнопки на интенсивном, ну, для удобства. Поверьте, так будет быстрее, чем каждый раз перекликивать, переключаться. Мы в параметре Blue можем поднять наш Size. Допустим, вот до такого значения. Вот видите, Орео начал выходить за пределы кнопки. Нет, я, кстати, если я приближусь, то Орео будет меньше места занимать, потому что это, как сказать, это спецэффект. Он не привязан к модели, он привязан к камере. Соответственно, я делаю вот такую кнопку. У меня Орео чуть-чуть выходит. И теперь мне нужно поменять для моих активных кнопок место сейва. Соответственно, я выбираю папочку Active Light. И, как бы, выбрал ее, нажал ОК. И теперь опять жму F11. Ну и так, езжу, так сказать, по всем кнопкам, как им не нужно отрендерить с активным светом. Собственно, когда все это будет готово, у вас будет... Что у вас будет? У вас будет отдельная папочка, в которой вы сохраняете рендеры из Marmos. Это вот они, кстати, типа Active Light и Base Light. Собственно, вот они. Они у вас будут такие немножко, как бы, не соответствовать друг другу в плане, что, типа, одно тут, другое вот тут. Вот, видите, оно съезжает, типа, не в одном месте находится. Но это не страшно. Это мы поправим в фотошопе. Следующим этапом будет обрезание. Ну, не то, о котором вы подумали. Но, да. В общем, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok